всем привет ребят сегодня на птс global lab тестовый сервер было добавлено обновление давайте посмотрим что же это обновление принесло он шая стебется но вроде как ничего спешного в этом обновлении нет ну кроме парочки моментов и так давайте же посмотрим добавлены три новых мужских прически ну давайте покажу что это за такие прически я не могу дойти в редактор персонажа здесь посмотреть потому что у меня нет пустых слотов и соответственно у меня нет смены персонажа чтобы посмотреть опять же прическу покажу картинку они у всех перс мужских одинаковые эти прически вот так будет причесаны ну такое себе ну просто корейцы обещали на хидерском премии что они будут работать над прическами добавлять их постоянно и вот они выполняют свои обещания лучше выполняли обещания данные это более таким глобальным контент ну ладно идем дальше а что еще такого новенького завели ну добавили опять же песни старьевщика это такой предмета которым все давно говорили что он вроде бы есть на самом деле корейцы сказали что этого перстня и не существовало вообще в бдл они просто думали над этим он был в базах но люди там уже пытались его найти так далее так далее что дает этот перстень ну раньше он давал шанс выкупа поставки кого-то предмета но так как сейчас у нас переработали абсолютно аукцион этот перстень стал абсолютно ненужные вещицы да тут этот как бы баф этого перстня а это предмет уникально он такой как карта компаса вечные банки да он такой уникальный естественно редкая такая штученца у него должен быть как хороший такой баф ну и корейцы сделали что будет давать этот перстень вернее обладателю этого песня будет давать плюс пять процентов комиссии от аукцион то есть вы будете получать больше денег продавая чтобы то ни было вас будет сниматься меньше комиссия классная штука где будет добываться хрен его знает перевод вообще галимы везде и на орбите непонятно что написано ну вроде как не изменилось но опять же там есть записки да я посмотрел эти записки записка написано что вроде одна часть там другая часть там но потом опять же говорится что это предметы подсказки опять же то есть будут находиться там то есть пойми как будет убиваться конкретно этот перстень старьевщика ну поживем увидим когда это подвезут либо на корею либо к нам будем знать уже более точно или расскажу о методе его получения но как бы предмет классный но зная получение всех этих редких предметов особенно свой аккаунт можно забить не получить этот перстень старьевщика также добавлены матросы новые на пафу акринею это матрос будет крив и матрос пафу вот такие вот матросики прикольник сейчас я вам покажу нет никто вот матрос крив и матрос папу что они будут давать тоже ребят неизвестно потому что чтобы нанять этих матросов нужно сделать какие-то основные задания которые я здесь вообще абсолютно не проходил не заморачивался этим да и думаю никто заморачиваться не будет на птс это прата лишнего времени и не могу сказать что эти матросы дают так что уж извиняйте просто вот добавили двух таких новеньких матросов ну и давайте уже дальше перейдем в игру остальные обновления буду показывать непосредственно в игре и так добавили очень прикольную вещицу нам это дали в достижениях а вот такие вот слоты для фейл будут ли они даваться нам достижения за какое-то или будут это донатные какие-то вещи и кого знает но вот как бы дается один раз на семью ну давайте получим я вам покажу а как эти предметы уже будут даваться опять же посмотрим когда это установят корейцы либо донат заведут либо это будет какие-то достижения пройти какой-нибудь цепочек так далее так далее быстрее всего думаю будут это даваться игровым путем как-то они за донат корейцы все-таки более лояльно относятся к донат и всякие такие редкие вещицы дают возможность получить без донат ну и как же это работает вот смотрите мы заходим в усиление да как обычно и здесь вот у нас примеру есть пыль и здесь появились такие стрелочки нажимаем сейчас данный момент у меня замочки но три вот этих вот есть слота мне дали три вот этих и темпе которые похожи на слоты персонажи давайте он даю за просто одну и темпу и покажу вот мы заюзали одну этот и там и теперь что у нас происходит нас добавился вот здесь вот такая вот как бы слот открылся да и что это такое пример вот смотрите у меня есть фэйл я допустим юзу 50 фэйлов меру я набил здесь 50 фэйлов да и закинул еще волксом нет опять же показать не могу но это все работает для твоих а закидываешь сюда к примеру алсов к 50 фэйлов и допустим 2 вал но тебе они не нужны допустим надо точку той вещи которая у тебя есть да и раньше что мы делали обычно уходили с этого персонажа если не можем запаковать уже эти фэйлы а больше 50 запаковать можно только донатным донатной руной кузнеца и многие просто оставляли на этом персонажа фэйли и шли набивать на другого чара и так что сейчас можно сделать если вы заюзали один вот такой слот мы просто нажимаем вот сюда вот смену и вот эти фэйлы переходит нас сюда здесь у нас опять но и мы можем набивать по новой примеру я такую хренакс набил здесь 100 фэйлов но они мне опять же не нужны до что делать я нахожу каким-то образом опять второй слот третий давайте сразу заюзаем и точно так же как я вам показывал теперь у меня здесь три слота я соответственно могу опять скинуть эти по его да и здесь у меня опять будет 0 и сюда могу также опять скинуть давайте еще покажу примеру на персонажа на котором у меня имеются фэйлы где у меня больше всех фэйлов то а вот примеру на страж да давайте сейчас зайдем и скинем с нее эти также фэйл единственное конечно я когда первый раз это увидел все в руку с этими слотами на фэйлы думаю нифига себе это шимба если у каждого чара будет три а вот таких вот слота под фэйлы да вы набили на ком-то чаре 100 фэйлов оба скинули их там ну или 120 150 200 300 500 ну как примеру в данном случае на этом персонаже да у меня присутствует 579 фэйл ну блин ну вот куда мне да мне надо точиться у меня на всех первых я сначала подумал что у каждого чара нет это просто на семью идут как бы три вот таких дополнительных слота и я опять же эти фэйлы могу вот сюда вот потом у меня чар у него есть 50 100 допустим я могу сделать 50 фэйлов до убрать обратно могу что поставить фэйлов чтобы точить убрать обратно не поставить 579 фэйлов и точиться дальше то есть у меня не зашло я хоп с 50 ну к примеру я точу вещь на 20 до меня допустим ну 100 фэйлов я откнул у меня вещь не зашла я эти фэйлы сюда обратно такой хопля беру допустим полтосика бью на 19 примеру да конечно не буду я бить на 19 полтосика чуть больше возьму ну да ладно у меня хоп на 19 зашло я такую по красоте беру 100 фэйлов и опять долблю на а 20 да и так вот можно на одном чаре набивать как бы не прыгать по персам не использовать валок сюда не постоянных ну куда-то то есть удобная такая вот штученция классная офигенская такая штука ну и теперь давайте еще посмотрим тут изменили маленечко опять же они от наработки всякие по окну навыков как это работает у нас 0 покажу то есть можно теперь выключить этот скилл и да как показываться на но опять же давайте пройдемся по вклад у меня давно попросили показать то есть можно вклад посмотреть да здесь основное оружие пробужденное оружие то есть да и они пробуждена как же называется наследие и пробуждение здесь у нас также вкладки те же самые это мэйн скиллы можно убрать здесь у нас скиллы которые всякие кумба идут да кувырки кувырки можно их убрать и у нас остаются пассивки и пассивки можем что-то прям отсюда прокачать можем что-то здесь посмотреть это работает передача гнева духа там какой-то скилл в тучку превратиться там и так далее здесь можно посмотреть можно скрыть открыть какой-то определенный посмотреть работает как эта камба нужно нам это прокачивать не нужно нам это прокачивать так же можем сохранить пресет какой-то, допустим, я могу вот сюда и сохранить, вот в этот слот мы сохраним, все, вот этот пресет у меня сохранен, я могу переключиться на другую, на другое и посмотреть уже здесь что-то, также могу взять вот это вот и сохранить сюда, и потом уже просто, допустим, я скинул какие-то навыки, переделал, по-другому немножко, да, я могу использовать этот пресет, и у меня этот будет, ну, используется, единственное, что можно сделать в безопасной зоне, здесь не покажу, потому что я нахожусь на арене, но работает это таким образом, ну и давайте перейдем еще с вами обратно на шайку, добавили рыбацкий стул, два задания на рыбацкий стул новый, эти задания будут на острове Пафуа Крини, и один, одно задание будет у Кио, другое задание будет у Пафу, это вот где вот мы берем задание на убийство Камникраба, сейчас ноги бегают, делают, да, вот где вот это чучело стоит, манекен, там же рядышком вот этот вот типок стоит, у которого мы берем задание на Камникраба, точно там же будет задание, это ежедневное, браться на стул Крио, но засада там небольшая, если не стул Крио, как бы я задание-то взял, я вам покажу, как и что, вот у меня задание, там нужно будет отдать 15 косточек, так, не то, давайте мы это вскроем, она у нас здесь не показывала в ту раз, и вот у нас здесь задание, вот этот стул Крио, вот такие вот у него статы, 220 будет добавлять мастерства, этот стул новый, Пафу и Выдор, ежедневку можно взять только одну, либо у Пафу, либо у Крио, там, ну кому как нравится, да, и нужно отдать за этот стул NPC, нужно отдать 15 монет, в моем случае я брал у Крио, мне нужно будет отдать 15 вот таких вот кофточек, это вот сейчас у нас новые монеты, которые появились с вводом по Фуакрине, это у нас косточки, где они, вот такие радужные косточки и радужные лепестки, то есть если вы берете задание у Пафу, то естественно вам нужно будет отдать 15 лепестков за этот стул, если у Крио, то 15 вот таких вот косточек, и получите вот такой стул, который добавляет 220 мастерства, ну еще я сразу предполагаю, что многие спроят, что там еще написано 1, 2, 3, 4, ну это как обычно на стуле, да, когда вы садитесь на стул, забрасываете удочку, начинается рыбалка, чтобы встать, вам нужно сделать то-то, то-то, ну обычный стул, все, ну описание на обычном стуле, единственное преимущество, это 220 мастерства рыбалки будет добавлять нам, вот и все, вот такие вот прикольные иглы, золотого ограда, такой вот стул, можно сказать, стул такой для рыбалки Маноса, ну еще, ребят, тут подъехали правки с уроном в ПВП, с гневом черного духа, правки и довольно-таки нормальные, ну и я думаю, всем будет интересно, кого больше всех порезали, на мой взгляд, больше всех порезали, это Стража, в ПВП урон уменьшен будет примерно на 21%, это мощь круг черной крови, черный дух 1,4, уменьшение в ПВП уменьшено на 21%, но я ссылочку оставлю в описании под видео, можете зайти и по каждому классу посмотреть, тут в принципе кому-то апнули очень неплохо, допустим, взрывной удар, черный дух у воина был увеличен на 68%, и допустим, взрывной удар, тот же, черный дух 1,4, урон уменьшен в ПВП был уменьшен примерно на 17%, что такое, хрен его знает, в общем, ребят, ссылочку оставлю в описании, заходите смотреть по своему классу, как, что, в какую сторону у вас тут поменялось по урону с гневом черного духа, думаю, вам это будет интересно, не буду повторять, все это, максимальная стоимость некоторых костюмов на аукционе была скорректирована, это костюмы, которые на скрафт, там костюм все индийских рыцарев, кузнецов, там одежда путешественников УДО, доспехи Афоны Кирус, вот эти вот, как бы, костюмчики теперь подорожают на аукционе, некоторые там на лям, некоторые аж на полтора, на два ляма, а некоторые там, допустим, внутри миллиона подорожают, ну, они стоили там 2-1,5 миллиона, теперь будут стоить там 3-6, 2,5 миллиона, я думаю, никого это сильно не бустанет, не огорчит и не обрадут, наверное Ну и по контенту, Патрицио, который подтвердил силу авантюристов, участвующих на арене Бессмертный Ад, мобилизовал более могущественных игроков, то есть в Бессмертном Аду теперь появился еще один, скажем так, элитный моб, его будет еще труднее убить, и те же воины, которые были до этого, у них также увеличены и скилы, и мощь, короче, там дичь полная, их и так-то хер убьешь, особенно последнего, а теперь вообще жизнь будет, наверное, то есть, ну, контент для таких уже загибенных суперчуваков, как-то так. Ну и еще одна такая правочка, уже это в конце написано, вчера я был у староста деревни Вели Игоря Бартели и распил с ним 275-летнюю бутылочку сухого вина, выслушал интересную историю у него. Эден обнаружил молодого человека с короткой стрижкой, который потерял память во время падения, его перевезли в западный лагерь стражников, какую жертву обнаружил у нас черный дух, вскоре секрет будет раскрыт. Ну, я думаю, это же, конечно же, отсылка на то, что скоро у нас появится Хасашин, я думаю, многие видели уже такую цифру 07-07, это и в мобилке точно так же, и на Корее, и на Корее в БДО, там будет скоро битва проходить между мобилкой и ПК-версией, у кого быстрее появится этот Хасашин, но я думаю, появятся они одновременно, потому что анонс 07-07, и там, и там постоянно мелькают в новостях, что он на корейской мобильной версии, что он на корейской ПК-версии, так что ждем появления этого Хасашина на Глобалабе, на Корее, без разницы, где он появится, там мы и будем вам его показывать, и стримить будем, естественно, видео будем делать по этому Хасашину, вам же это интересно, да? Ну и все на этом, ребят, комментируйте под видео, пишите свои комментарии, оставляйте годный контент, подвезли или нет, это поставят на следующей неделе корейцам, ну и естественно потом подведут все вот эти обновления и правочки нам, ну, там еще не подвезли окно навык, но надеюсь скоро тоже заедет, ну вот эта вот тема с фейлами, очень-очень меня порадовал, очень классная фишка. На этом все, ребят, всем счастливенько, всем пока!